Итак, соответственно, у нас сегодня девятая лекция Буллес-Ликбеза, и в этой лекции мы продолжим говорить о том, что было наработано за этот год. И прежде всего я хотел бы развить те идеи, которые мы их уже касались. Касались, во-первых, в лекции, посвященной значению искусства в человеческом сообществе в целом этой проблемы. А потом в лекции, когда мы говорили об авторском начале в современном обществе, о проблеме письма в терминологии Ролана Барта. И, конечно же, хотел развить и ту проблематику, на которой мы остановились в прошлый раз, то есть проблемы невротизации субъекта эпохи, субъекта эпохи как некая мета личности, если так корректно говорить. Не имеющие каких-то личных характеристик, но имеющие определенную структуру, структуру с функционированием, с своим желанием, структуру взаимодействия с окружающей его реальностью. На это я планирую потратить ближайшие две лекции, и сегодня тема нашего занятия, но и сформулирована следующим образом. Способно ли искусство влиять или повлиять на социум, то есть на общество? Пользуясь тем интеллектуальным багажом, который мы наработали уже в прошлых лекциях, мы и обратимся к этому вопросу и попытаемся ответить, способно ли он или не способно, а самое главное, каким образом. В чем, каким образом, корректный вопрос и в том, и в другом случае, если не способен. Почему и как. Но прежде чем обратиться к этой теме, я хотел бы осветить два весьма важных момента, которые имеют к нашей проблематике, ну, самое непосредственное отношение. И они связаны с той корреспонденцией, которую я получаю по курсу Булес-Легбес, те вопросы, которые мне пишут, задают. Это пишут люди не только из разных городов, из разных стран, это удаленные слушатели Булес-Легбеза. И удивительно, но когда я анонсировал эту лекцию, сегодняшнюю лекцию, мне поступил целый ряд вопросов, которые были одинаковы. Они даже сформулированы были примерно одинаковым образом, хотя писались совсем по разным поводам. То есть в одном случае человек интересовался лично для себя, допустим, да, то есть был ряд вопросов, а в одном случае это было интервью. Но вопрос был сформулирован примерно одинаково, и я его усредню и озвучу таким образом. Вот вы анонсируете свою лекцию «Способно ли искусство влиять на социум?» Могли бы вы ответить кратко «Способно или не способно?» В одном из вопросов это даже формулировалось так. Не могли бы вы ответить «Да» или «Нет». И в данном случае такая бинарная форма ответа, и в том и в другом случае, предполагающая совершенно конкретное определение, как вы сами понимаете, немного вгоняет меня в ступок. То есть очевидно, люди предполагают, что здесь на лекции я либо сразу в начале, либо в конце ее за одну минуту озвучу, способно оно или не способно, а все остальные два часа буду рассказывать на какие-то сторонние темы рассуждать. Так как я не могу никаким образом заподозрить интересующихся людей и профессионалов, которые берут интервью, в их необразованности, у меня нет никаких оснований таким образом этих людей подозревать, потому что у них хорошо поставлена речь, они пользуются большим словарным запасом. То есть у меня есть как раз, так скажем, идея или некое подозрение в том, что этих людей не то, что не хватает образованности, а в том, что она у них чрезмерна. Что я под этим подразумеваю? Я подразумеваю то, что у лучших представителей своей профессии, к которым, скорее всего, относятся эти люди, слишком заметна привычка к дискурсу университета. Она сквозит во всем, и это не значит, что, повторюсь, я здесь не критикую, я освещаю проблему, что совсем не одно и то же. Что такое дискурс университета, который распространен сейчас повсеместно? Это знание по типу «то-то значит то-то». Это знание словарно-энциклопедического характера, которое мы в нашем курсе именуем словом «информация». Не знание, а именно информация. Ее набор в определенной последовательности. Или за неимением лучшего слова я это также именую «истиной». Так как «истина» – это такое знание, которое в угоду одной из смысловых составляющих подавляет все остальные. То есть некая усеченная форма интеллектуального восприятия реальности. В лакановских кругах подобное также именуется «истина». Истина – это своего рода кастрированные знания. Это ослепленность одной из составляющих реальности, которая и кажется нам ясной, понятной, что являлась всегда атрибутом истины как таковой. То есть здесь не нужно ссылаться на каких-то античных философий, да, то, что они подразумевали по словам «истина». Нужно сразу же ограничить, что мы имеем в виду. Так вот, университет держится как раз на такого рода истинах. И эти истины можно подразделить на два типа. Первый из них можно назвать «ничто, кроме». Как раз такого рода информацию и можно высказывать в ответ на вопрос, требующий бинарной формы ответа. Да, нет. Как говорил один достаточно струнный человек, а у женщины она либо беременна, либо не беременна. А среднего не бывает. Почти беременна. Это как раз та редкая форма, которой мы, когда мы в жизни, действительно сталкиваемся с вопросом, на который действительно можно однозначно ответить, да, нет. Но университетская истина пытается на большинство вопросов ответить в такой же модельности. Этот автор сделал то-то, он известен тем-то. Этот ученый сделал то-то и то-то. Хотя, если мы начинаем чуть-чуть глубже копать, то понимаем, что и не он, и не он первый, да, а и рядом много кто, и так далее. И этих с первых мы уходим, можно так проследить ряд чуть ли не до неандертальца, да. Понятно, что все намного сложнее, чем хотелось бы, чем можно это подчеркнуть из энциклопезии. Другой же тип истин можно назвать как истины толерантные или истины неопределенные. Это когда приводится 2, 3 или реже 4 альтернативные точки зрения, и из этого делается опять же вполне конкретный вывод, что об отсутствии ясности по данному вопросу. Понятно, что ни тот, ни другой тип истин нас ни в малейшей степени интересовать не может, потому что ни та, ни другая не проясняют ситуацию, а скорее вводят нас в ложное ее видение. В одном случае мы ослеплены, мы ослеплены одной точкой зрения, в другом случае мы абсолютно погружаемся во мрак, ибо все точки зрения уравнены. Приведу вам пример. Вот такой вопрос. Казалось бы, совсем простой на истину первого типа. Насколько такого рода ответы бинарные работают или не работают? Вот вопрос. Является ли Иуда Искариот последователем Иисуса Христа? Ответьте, да, нет. Понятно, что на этот вопрос, поставленный таким образом, можно ответить корректно только да. Но отразит ли это коллизию, если мы отвечаем человеку, который вообще не знает историю Евангелия? Понимаете, если мы задаем вопрос, являлся ли, на определенном этапе своей биографии, что за подкреплено евангельским текстом, Иуда Искариот был 12 апостолом. То есть, являлся последователем Иисуса Христа. Ответить как-то на этот вопрос иначе, чем выдать целую террату относительно самой истории, просто невозможно. Ответить на него да, нет, корректно нельзя. А это простой вопрос. Это не вопрос, влияет ли искусство на Солнце. Совсем вопрос, значительно более простой. Но, то есть, более того, да, нет, не всегда корректно нужно ответить на вопрос, жив человек или мертв. Я говорю здесь не только о редких случаях, там, клинической смерти, коматозного состояния, да. Здесь речь идет, допустим, вот такой вопрос. Казалось бы, совсем простой. Умер ли Энди Охал? Ну, казалось бы, что может быть проще, да. Мы даже можем сказать, в каком году, в каком месяце, какого числа. Даже есть клиническое заключение, да, когда подтверждается от такого-то времени заключение об его смерти. Но, тот человек, который умер, которого, кстати, называли Андрей Ворхол, а вовсе не Энди Охал, да. Имел ли он к нам хоть какое-то отношение? Когда мы говорим Энди Охал, мы знали этого человека лично? Или мы имели контакт с ним только как с автором? Ну, а вот тут ситуация уже становится опять вдвойне сложной. Потому что сказать, что он как автор жив, тоже некорректно. С одной стороны, как автор, он безусловно жив. Потому что он продолжает влиять на сообщество как профессионалов, так и любителей искусства. А это значит, как автор он функционирует. Так же функционирует, как он функционировал и при жизни. Но, с другой стороны, как автор он тоже является мертвым. Почему? Потому что он не может более создавать свои произведения. То есть, лимит его произведений исчерпан. А это значит, что он и как автор тоже является мертвым. Он и живой, и мертвый при определенном взгляде. При смещении взгляда мы получаем разный ответ. То есть, казалось бы, такая наипростейшая ситуация, которую мы можем себе представить. Но, единственный ответ, более-менее корректный, который мы получили из всего того, что я вам сейчас сказал, это на вопрос, беременны или не беременны. Все остальное требовалось в дополнительном комментарии. Так что, такой тип истины, истины ничто кроме, никаким образом не может удовлетворять научный взгляд и видение ситуации. Поэтому его следует отбросить сразу же и достаточно далеко. Уже в начале 20-го столетия Хайдеггер писал о том, что некорректно прямо вопрошать о бытии, что есть бытие. Из этого мы просто не получим никакого ответа. Это бесперспективно. Что было подтверждено целым-целым рядом поколений философов. Нерезультативным считаю это и я. И здесь нужны совершенно иные подходы. Подходы, которые мы и применяем в курсе «Булес-лебес». Подходы, о которых я скажу еще немного. Это параллаксное ведение. И это петля. Петля, которую я позаимствовал из метода, которым пользовался Лакан. Не знаю, насколько можно это причислить к Лаканянским методам. Потому что, так скажем, это все-таки то, что вычитано мной непосредственно, а не является практикой исключительно психоаналитической. Не знаю, позиционировал ли это Лакан как свой индивидуальный метод. У него есть много методов, которыми я не пользуюсь. А этим как раз пользуюсь. Метод петли я тоже опишу. Таким образом, считаю доказанным ненужность нам истин по типу «Ничто кроме». Разберемся со вторым типом истины, университетской истины, гласящей, что все это сложный вопрос, в котором нет однозначного ответа. Чем этот такой подход плох? Подход этот плох по элементарной причине. Он не дает нам никакой новой информации. То есть мы знали, что ничего не ясно, прочли большое количество литературы и пришли к выводу, что никому ничего не ясно. Может быть это может успокоить отчасти, что ни одному тебе ничего не понятно, но специалистам тоже. Но внести в какую-то ясность ситуацию он не может по определению. Потому что он констатирует тотальную неясность. При этом обратите внимание, как он ее констатирует так же, как ничто кроме. Он говорит, ничто кроме неясности. По сути это перевертыш той же самой истины, ничто кроме. Которая внешне претендует на знание. Знание, если помните, это восприятие реальности во всем его многообразии. В отличие от истины. Но на это университет не пойдет никогда. А следовательно он маскируется под знание, подсовывая всю ту же саму истину. Мы, прочтите, или знаем, что здесь ничего не ясно. Или как в современном культурном и искусствоведческих кругах, когда ничего не ясно, нужно еще применить слово постмодерн. При этом его тотально путают с постмодернизмом. То есть, естественно, подразумевается это постмодернизм. По этой причине, по высшему указанной, да, по причине возникновения таких вопросов, а при этом этих людей нельзя упрекнуть в том, что они не смотрели курс. Я бы хотел еще раз прояснить, на каких методах я стою. Первый из этих методов – это метод петли, заимствованные мной из пестероаналитической практики и подробно описанные в лекции по Филдману. Что есть эта петля? Когда нам дана некая проблематика, вопрошать которую мы не можем по определению, ибо это досложный результат, мы начинаем по ее ближайшему контуру описывать круг. И после того, как этот круг мы пройдем, это совсем не то же самое, как приведенные в энциклопедии четыре разные точки зрения. Потому что мы приобретаем подлинное знание. Мы не приобретаем знание о неясности. Мы приобретаем знание о самой ситуации. Это не лаконичный подход. Это подход, требующий длительного изучения. Но это подход очень результативный. Но приведу вам пример уже с разобранной ситуацией, ситуации с Иудой. Был ли он последователем Иисуса Христа? Теперь заметьте, если мы возьмем блок хотя бы евангельских текстов сначала, потом мы возьмем священное предание, к этому мы присовыкупим агностическую традицию ранних веков. После этого в этот же ареал может попасть образ Иуды, каким он представлен в европейской культуре как таковой. После того, как мы очерчим эту петлю, это не значит, что мы сможем после этого однозначно ответить, было или не было. Мы по-прежнему не сможем. Но мы будем точно знать, что подразумевается под этим феноменом. Хотя и не сможем его определить однозначно. Потому что если мы скажем, Иуда значит предатель, мы выбираем точку зрения истины. Если мы говорим, опять же, что это святой, ну значит мы выбираем точку зрения условно-гностическую, как раннехристианская. Раннехристианская неортодоксальная точка зрения. О, так скажем. Даже специализирующиеся искусствоведы периодически называют гностиком всех неортодоксальных ранних христиан. Я в данном случае не полезу разбирать, кто бы был. То есть получается в любом из этих случаев мы попадаем в истину. Мы попадаем в ослепленность своей точки зрения. Но описав эту ситуацию в реале, как она развивалась в истории европейской культуры, мы поймем то, какой он есть. Не какой он был, был ли или не был. Мы поймем то, как этот образ реально просуществовал на протяжении этих веков. Вот это и есть на самом деле истина в античном смысле этого слова. Не ослепленность знанием, а знание как таковое. Им нельзя пользоваться в беседе, потому что для этого потребуется огромное количество времени. Но им можно пользоваться в своей интеллектуальной жизни вполне-вполне корректно. Поэтому, как бы не отпугивали многих читателей эти почти 30 книжек, изданных под фамилией Лакана, потому что там не только семинары, там еще несколько, а отдельных публикаций, тем не менее, это совершенно потрясающая петля, которая раскрывает современного субъекта, хотя она это и не делает так, как это может сделать какая-то популярная литература, популярная психология, дающая во многом верную информацию, но всегда одностороннюю. А значит, оперирующая к однобокой правде, а не к правде целиком. А на самом деле, часть правды, это возможно даже хуже, чем ее отсутствие вовсе. Понимаете? Что же касается второго моего метода, это метод параллакса, метод, культивируемый словой МЖЖКом, это метод, предполагаемый, смещение точки зрения. По большому счету, это та же самая петля, но не совсем. То есть, мы смотрим на один и тот же предмет с разных точек зрения, и на самом деле, уникальнасть заключается метода не просто в том, что мы видим его с разных сторон, якобы целиком. Нет. То, что взгляд с разных сторон, на самом деле, меняет, как предмет, на который мы смотрим, так и ситуацию, в которую мы смотрим. Взгляд изменяет саму ситуацию. Если эта ситуация, которая раньше была рассматриваема только под определенными ракурсами, смещение взгляда, меняет саму ситуацию, а значит, знаменует выход из той мертвой петли, в которую мог войти научный дискурс на этот момент. В частности, это будет одна из тем для последующей лекции, когда я покажу, как можно выйти из невротического состояния, так скажем, сформированного в наше время. Потому что, на самом деле, безвыходных ситуаций не бывает. Безвыходная ситуация, интеллектуальная безвыходная ситуация. Здесь речь идет о том, что когда мысль заходит в тупик, это значит, что мы не видим еще нескольких ракурсов, которые могли бы изменить саму ситуацию. Ведь сам взгляд меняет ее, он запускает в ней совсем иные процессы. О, так что, думаю, теперь вы уже понимаете, название моей лекции так или иначе будет разрешено положительно, хотя ответить однозначно, может ли искусство менять или влиять на социум. Если бы меня спросили и потребовали во что бы то ни стало, а стать все-таки да-нет, я бы сказал нет. Хотя в конце лекции я пойду прямо к противоположному. Я же здесь не ставлю вопрос таким образом, что чего больше? Невозможности или возможности? Я ставлю вопрос таким образом, может ли? Да, может. Но если нужно будет выбирать, да или нет, я скажу нет. Потому что этого больше. Следующий вопрос, который обязательно нужно разобрать, прежде чем приступить к анализу, это еще один вопрос из корреспонденции, из критики, который мне периодически задают. А он вообще непосредственно связан с темой. Мне пишут следующее. Действительно вы ли вы верите, что занимаясь рассуждением, чтением лекций и так далее, вы способны на что-то повлиять? Ну, если совсем попросту это пишут, что вы занимаетесь словобудем, если переводить в дискурс бытовой, иногда более критично, причем мне не свойственно удалять критические посты, поэтому каждый может с ними ознакомиться. Хотя в основном это в личной переписке. Для меня это очень важный момент, на который я бы хотел ответить на эту критику, не потому что, ни во что бы то ни стало, нужно ответить на критику любую, а потому что это может сильно прояснить нашу тему сегодняшнюю. Мне, опять же, потребуется определенное время, чтобы описать ту петлю, которую я писать должен, чтобы вы что-то поняли. И начнем мы с 19. столетия с того самого момента, когда Карл Маркс пишет свои знаменитые тезисы о Фермахе. Считается, ну, самим Марксом, прежде всего, что рассуждения классических философов, до него любимого, они игнорировали практику. Они были обращены к теории, они строили концепты реальности, а они строили концепты изменения реальности. Ну, вы все отлично, наверное, знаете последний тезис, он не самый важный, но самый популярный. Философы лишь различным способом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Он и лег в основу марксизма, как в кого-то. И до сих пор в него входят. Как полагают многие ученые, с этого момента мир в глазах философской мысли стал динамичным. То есть, именно практика стала верифицировать ложность или истинность суждений. Античный какой-нибудь философ мог построить какую-нибудь абсолютно умозрительную модель, которую ни проверить, ни провернуть, было никаким образом невозможно. Сейчас, начиная с Маркса, даже Гегель уже строил, еще строил умозрительную исключительно модель, но, начиная с Маркса, именно практика является мерилом истинности или ложности. Но, не давайте не будем обманываться односторонним взглядом и зададим такой вопрос. А на самом ли деле мир с Маркса, мир философии, мир глазами философии, стал динамичным? Как мне кажется, динамичным в этой концепции стал лишь сам действующий субъект. Мир же, к которому должна была быть приложена эта самая революционная практика, при всех его диалектических противоречиях, то есть мира, динамически, вот лично мне видится слово. По этой причине, как раз, большинство марксистов и неомарксистов по наше время стоят на позиции радикального активизма. Почему? Потому что именно в активизме они видят приложение своей практики. А что такое активизм? Активизм, по большому счету, предполагает, что пока не пнешь, оно не сдвинется. Какая же динамическая концепция мира? То есть оно лежит в мертвых глазах. Давайте взглянем на эту ситуацию по следующим углом. Представьте себе, что мир – это не груда лежащих камней, которые можно перенести в другую сторону, сложить из них любую фигуру или вовсе вывести отсюда. А это некий поток, горная река. Вот динамические концепции. Если мы в эту горную реку бросим спичку, она очень-очень быстро начнет плыть, извиваться, а на каких-то завихрениях потоков будет даже двигаться против течения. Как бы против течения. Так вот, является ли в данном случае эта спичка активным действующим живым субъектом? Нет. Она попадает в динамизированную реальность и полностью следует ее законам. Никак на них она не влияет, полностью подчиняется им, хотя внешне, опять же, на воронках может казаться, что она идет даже против течения. Вот вам и весь активизм. Простите. То есть, внешняя активность, практика, как кажущиеся исходящими от нас при динамической картине мира является всего лишь реализацией этого колоссального потенциала изменяющегося мира, в котором мы являемся этими спичками. А теперь, что будет являться в таком случае действительно воздействием, влиянием и в каком-то смысле применением силы, своей силы, своей позиции. Только остановка. Представьте себе следующую картину. Что в этот же самый поток мы бросим огромный валун или встанем в него сами в поток. Если у нас достаточно сил, чтобы держаться в этом потоке, чтобы нас не смыло, или если этот валун достаточно тяжелый, то, во-первых, этот поток нас никуда не понесет. Мы можем этому сопротивляться. Но самое важное, что так как этот поток не может нас двигать, он будет вынужден изменяться, огибая нас. То есть, получается, остановка в данном случае при динамической картине мира и является тем изменением, тем влиянием, тем более изъявлением в конкретной ситуации, а не послушное течение или даже противотечение. Потому что вы знаете, что у любой идеологии ее оппозиция включена в саму ее структуру. Если эта оппозиция именно определенным образом организована. Так же, как структура законодательного, так скажем, любого, так сказать, законопослушного института общества, включен андеграунд в виде преступного мира и так далее. Причем в определенных процентах, смотря что это за общество. То же самое мы видим и здесь. Но, почему спичка не слазь по потоку, а камень не несется? Камень тяжелый. А теперь перенесем это на интеллектуальную сферу. Если у человека достаточное количество того, что можно было бы назвать символическим капиталом или интеллектуальным капиталом, то в каждой конкретной ситуации он может остановиться. Именно эта остановка и будет радикальным действием. Совершенно радикальным действием, которое может изменить ту ситуацию, в которую попадает данный человек. Надеюсь, аллегория вполне способна показать мои убеждения на этот счет, объяснить, почему мы здесь занимаемся именно этими вопросами именно в такой форме, потому что размышление, то есть интеллектуальная остановка и есть то единственное возможное, что я считаю способно изменить реальность. То есть, покуда мы действуем, мы действуем по тем законам, в котором мы находимся в этой реальности. Мы находимся в потоке. Когда мы останавливаемся, этот поток нас уже не несет, он вынужден нас огибать. И для этого явления Лурия Альтюсер даже придумал термин. Вот называл теоретическая практика. Ставляя его во главу угла, выше всего. То есть, теоретическая практика это то, что выше просто активизма практического. Понятно, что у Альтюсера по этой причине были большие-большие проблемы с коммунистической партией. Его там периодически травили, и кончилось это в итоге его исключение из партии. Хотя, безусловно, после самого Маркса это наиболее крупная фигура в осмыслении марктистского поля. Так что, думаю, вам уже ясно, что изменить реальность мы так или иначе можем. Причем, осталось лишь выяснить самое важное. Каким образом, когда различные взгляды на эту проблему. Очертить петлю с одной стороны, а с другой стороны показать, как все-таки может здесь действовать и параллакс. Как может действовать реально новый взгляд. И для того, чтобы ответить нам на этот вопрос, нам придется обратиться к центральной проблеме сегодняшней лекции, собственно, проблеме свободы воли. Свободы выбора. Потому что, если нет свободы воли, то понятно, что никаким образом повлиять мы не можем, а если мы будем менять, то будем уже не мы менять. Мы будем лишь агентами этой самой реальности, которая сама в себе каким-то образом организована. Для кого-то. Для этого рассмотрим, какие есть взгляды на свободу воли в разных кругах современного нам общества. Но, с одной стороны, это тотальное утверждение свободы воли субъекта. Там даже это будет не субъект, а личность. Я не люблю это слово использовать, но в тех кругах используется именно это. Я имею в виду юнгианское сообщество, поэтому к самому юнгу это имеет весьма посредованное отношение. Напомню, юнг пытался доказать всем, что, что бы вы ни делали, вы отыгрываете тот или иной архетип. То есть, юнг был структуралистом. Если вы, что бы вы ни делали, отыгрываете архетип, соответствуйте, какой свободы у вас по определению нет. Есть только архетип. Но в юнгианских кругах вера в свободу воли абсолютно. Там применяется взгляд на личность, особенно на творческую личность, на манер эпохи Возрождения. То есть, личность является неким подобием Бога, отражением Бога на земле. То есть, именно возрожденческим взглядом. Тем взглядом, который ушел в прошлое уже с философии Декарта. С Роме Декарта. Весьма примечательны эти сообщества. При этом в большинстве случаев я имею здесь сейчас в виду юнгианские общества не такого сектантского типа, а юнгианские общества профессиональных психологов, которые на самом деле мало чем от первых отличаются. Когда я читал лекцию, такую же, как читал здесь, об авторстве в Московской ассоциации аналитической психологии, первый вопрос, который мне задали. А вы в Бога верите? Да, нет. У меня на это ответили цитаты из Карла Густава Юнга. Вы помните, что сказал ваш патрон, когда ему задали этот вопрос? Я не верю, но знаю. Можно трактовать как углы, потому что Карл Густав Юнг был достаточно мудрым человеком, чтобы не лишиться заднен вопросу в половину своей клиентуры. Можно сказать, я не верю, но знаю, что точно есть. А можно сказать, что я не верю, но занимаюсь вопросами знания. А вера в меня не интересует. И интерпретировать можно примерно столько же, сколько подпись под этой трубкой Рене Магридта. Вот целая книжка исписана. А написать всего лишь это не трубка. Другим, так скажем, направлением ортодоксальным на этот раз взглядом на свободу воли является, ну, для России это сейчас особенно актуально, это православие. В православии также признается свобода воли в качестве одного из, одной из свойств человека. Здесь используется это слово, уже не личность, не субъект, человек. Считается, что то искушение, которое посылает Бог каждому из людей, оно по силам для того, чтобы человек мог ему противостоять. это уже не тот случай, когда читаем в Торе, да, и сошел, и сошел злой дух на Саула от Бога. Ну, понятно, помните, чем закончилась эта история для Саула. Но. Здесь в православии предполагается, что человек способен противостоять той ситуации, в которую он попадает. А значит, свободой воли он наделен по определению. Более того, если человек свободой воли был не наделен, то весьма сомнительным мероприятием бы представлялась последний суд. Страшный суд. И за этим последующая кара. Также наиболее пиковые позиции в манифестации свободы воли, как таковой, является учение Телемы, которое берет волю в качестве одного, собственно, своего слова, своего названия, и утверждает тотальность воли как таковой. Причем воли не в шопенгаверовском смысле, а воли, сложно сформулировать как, той воли, которая является божественной, это скорее гипертрофия ренессансного сознания. Это перевертыш его уже. Когда не человек является отражением Бога, а Бог является отражением человека. Здесь эта свобода воли доводится вообще до предела. Как такового, вы наверняка слышали одну из максим Телемы, это твори свою волю, доводит весь закон. То есть, закон именно таков, закон, такой весь закон, то есть, воплощение своей воли является единственным возможным законом, который, по большому счету, и нарушить-то сложно, потому что отказ от творения воли тоже может чем-то быть мотивированным. Достаточно. Я не буду углубляться в, так скажем, религиозные концепты каждого учения, я и православие не разбирал корректно, да, и не полезу и в Телему. Понятно, что я даю на очень поверхностном уровне. Но, это очевидно. Я лишь показываю некую иерархию, вот есть Телема, есть юнгианство, есть конфессия автодоксального типа, где применяются концепции по послесмертному наказанию. Везде, где они есть, в большинстве случаев предполагается свобода выбора. Не везде, но в большинстве случаев. Более того, все наши современные светские государства стоят на этой же самой позиции. То есть, закон предполагает наказание за преступление. То есть, если человек не мог бы совершить этого преступления, то понятно, что наказание было бы тоже весьма и весьма сомнительным. С нравственной дочкой зрения. Ведь закон более того, запрещает человеку только то, что он может сделать. Например, вам же не запрещают сквозь стены проходить, летать, как воздушные шарики, как у того же Рене Магриде. Вам что-то не запрещают? Нет. Потому что вы не можете этого сделать. Вам запрещают то, что вы можете сделать, предполагая вашу свободную волю как в деянии, так и в отказе от деяния. И в частности есть такой фактор в суде, как смягчающие обстоятельства. Например, если человек выполнил что-то в состоянии аффекта, или в нашей стране в состоянии алкогольного опьянения, в некоторых странах это повышает ответственность, в нашей стране это снижает стены ответственности. То есть предполагается, что если человек сделал что-то не столько по свободе воли, сколько по глупости, это снижает степень его ответственности за тот же самый поступок. Или, допустим, во всех странах есть понятие рецидивиста. То есть если человек постоянно во что бы то ни стало делает некие противозаконные действия, ему положено совсем другой тип наказания, чем если он сделал это впервые. Собственно, для этого и появились паспорта в 19-м веке. распространялись. Чтобы выявить этого уже сажали или еще нет. И за это же самое. А то по лицу же его не определишь тот же самый, не тот же самый. Все они на одной лице. Так появились паспорта. А вовсе не для того, чтобы там хоронить самые удачные фотографии. То есть разобрались с одним полюсом. С полюсом утверждения свободы воли. То есть по большому счету он почти тотален. Потому что включает в себя саму законодательную власть. Она предполагает наличие у нас свободы воли. Но есть с другой стороны и позиция отрицания свободы воли. И здесь мы попадем как раз в научный дискурс. Дискурс науки в основном современного типа. Я приведу целый ряд экспериментов, которые будут отрицать свободу воли ее существовать. Я готов всех русских людей поздравить с тем, что наконец-то вышел официальный перевод этой великой книги. Одна из лучших книг в истории 21 века. Та книга, которую мне приходилось еще штудировать по уголовному непрофессиональному переводу, постоянно обращаясь к оригиналу. Текст у Метцингера, простите, не самый простой для чтения в подлиннике. Эта книга наконец-то вышла. И самое превосходное то, что издатели выпустили ее по подлиннику 14-го года. У Метцингера есть два варианта этой книги, 9-го и 14-го. 14-го намного больше. То есть он ее расширил. И вот этот перевод, который только что вышел, 17-й год, на русский язык, она доступна на Озоне, она немного стоит. Это совершенно потрясающая книга. Эта книга, чем она уникальна? Я не согласен с большинством выводов самого Метцингера, но он приводит такой фантастический блок подбор информации из современных научных экспериментов, которые не приведены в книгах. Они ходят только в кругу ученых, они известны только в кругу ученых. Поэтому эта книга просто потрясающая. Плюс вот такая книжка еще только вышла, это более такая ликбезовская, попроще книжка. Тоже книга, посвященная проблеме свободы воли и тоже от очень крупного современного ученого. Так что здесь можно порадоваться. Я же остановлюсь подробно на выдержках из этой работы. Томас Метцингер, не будучи экспериментальным ученым, он философ, он лишь анализирует экспериментальные данные, тем не менее приводит весьма впечатляющую подбор. Я приведу лишь некоторые сведения. Самый интересный пример. Стефан Кремер из Страсбургской клиники проводил обследование у женщины, страдавшей эпилепсией, которые никак не помогали медикаментозным лечением. И ей стимулировали различные зоны мозга электрическим током для определения электрогенных зон. Что происходило? Когда он дошел до определенной части мозга, там даже указано какой, для тех, кто понимает, эта женщина начала дергать рукой, дотянулась до ближайшего предмета со стола и взяла его. Это очень удивило врача, он отключил стимуляцию электричества и стал спрашивать зачем. Мне захотелось его взять. у него отобрали что там было, бинт или еще что-то, вложили на место и стали стимулировать опять. Как только дошли до этой зоны, он опять схватил этот предмет. То есть при электрической стимуляции определенных зон у нас возникает острое желание, которое мы лично для себя объясняем как наше желание, что бы то ни было взять. При том, что естественно это желание и само действие было исключительно механическим отыгрыванием, как это можно устроить тем же насекомым, когда там на них одевают специализированные устройства для управления право-влево, вперед-назад по типу робота. То есть сложное составное действие как захват оказывается таким же образом можно просто реализовать путем банального применения электрического сигнала. Не каких-то сложных кодов, а просто электрического сигнала в определенное место. Одно из наиболее уникальных экспериментов, показывающих насколько мы привязаны к своей биохимической составляющей. Другой эксперимент. В 90-е годы 20-го века психологи Дэниел Рэгнер и Талия Уитли из Виргинии, из университета Виргинии, проводили весьма-весьма любопытный эксперимент, который назывался «Я шпион». Суть этого эксперимента в следующем. Два испытуемых сажаются вместе за один компьютер, надеваются наушники, и там идет определенный бессмысленный последовательный слов. Некоторые из тех слов, которые там называются, показаны как объекты на мелькающем экране, где идут картинки. Как только слова прерываются музыкой, нужно остановить листание этих картинок, и выбранная картинка и будет этим сознательным действием человека. То есть картинки представлены сразу же, мышкой водятся, как по спиритической доске. Когда музыка останавливается, нужно выбрать очень быстро ту картинку, которая тебе понравилась, мгновенно практически. Но аналогия со спиритической доской идентична, потому что на одну мышку приходится две руки. И один из этих людей неиспытуемый, а на самом деле участник эксперимента в качестве активного действия. он на самом деле все делает. А слова пускаются таким образом, что за момент, до того, что он выберет, он знает, что нужно выбирать. А в наушниках у человека, который просто пассивно держит эту мышку, ему никогда не дадут сделать то, что он хочет. Ну будет назван именно тот предмет. Например, одуванчик. И останавливают на одуванчике. И мы просто его говорят. И после того, как этот эксперимент длится достаточно долго, людей опрашивали, насколько сознательным было их руководство процессом. 90 с лишним процентов людей однозначно утверждали, что тот вообще ничего не делал, что они полностью руководили процессом, потому что им даже пару лет не давали. Из чего сделали весьма интересные выводы. Я даже зацитирую. У испытуемых проявлялась тенденция оценивать такие вынужденные остановки, как преднамеренно. Выше всего оценка своей активности оказывалась, когда соответствующее слово звучало в интервале от 1 до 5 секунд до остановки. Если только что было то слово в наушниках и выбирал именно этот предмет, даже если изначально его человек выбирать вовсе не собирался, ему казалось, что это его сознательное действие. Из чего эти психологи делают совершенно потрясающее заключение. То, что единственная верификация того, сознательно мы поступаем или не сознательно, то, что в нашей голове мысль должна предшествовать действию. Если мысль сначала возникает, а потом действие, значит, мы вполне считываем это действие как нам продуманное действие. Так как им всегда давали эту возможность, эту зацепку, люди всегда тут же принимали осуществленный результат за свое сознательное и продуманное действие. Но эту ситуацию в еще большей степени усугубляет Патрик Харгард. Это на этот раз университетский колледж Лондон. Один из крупнейших ученых в своей области. Что он показывает? Наше осознанное восприятие движения не порождается исполнением моторной команды. Оно формируется приготовительными процессами при моторной системе мозга. А что из этого вытекает? Движение подготавливается путем сборки различных его частей в единое целое. Собственно моторный гешталь. Например, захват. Это не сумма маленьких действий, а целиковое действие, которое было суммой маленьких действий только изначально. Уже после нескольких удачных попыток осуществления этого действия в маленьком возрасте. У человека формируется картотека этих вишталь. Захват такого-то предмета, захват предметов больше, шаг и так далее. И таким образом наша деятельность, стимулируя биохимические процессы и так далее, ей не нужно конструировать все эти действия. То есть понятно, что абсурдно предполагать, что если вы сейчас выпили яблочный сок, от этого соберется какая-то сложнейшая прямо на ваших концепт и вы после чего что бы то ни стало захотите почитать карто. Но ваш контекст, ваша жизнь личная с наработанными отреагированием на различные ситуации действительно складывается в целый ряд гештальтов. Если у вас определенные процессы происходящие в вашем организме обычно отреагировались вами как сброс напряжения, предположим, то, что вы берете какую-то книгу или наоборот идете в тренажерный зал и так далее, то это единое действие, которое можно запустить всего одной химической стимуляцией. Вот в чем дело. Более того, Хагрид приводит к совершенно фантастическим результатам, в том, что есть сознательное осмысление того, что я действую. Я действую нужно только для того, чтобы контролировать реализацию вот этого процесса в соотношении с тем, как изменяется внешняя ситуация. То есть есть некие стимуляции, есть тот модель, которую мы выбираем, модель отреагирования, и я действую нужно только для того, чтобы связать их воедино, иначе не будет противоположенности мира. То есть если они распадаются, они распадаются и действия самого не произойдет. И для этого нужно объединяющее начало, которое само себя провозглашает действующим субъектом. Вот и все. То есть такое же действие на самом деле можно понаблюдать в описаниях психологов чуть ли не с середины 20 века, когда они еще были далеки от столь совершенных экспериментов сложнейших. И тем не менее вы можете встретить даже у психологов юнгианской школы, у учеников прежде всего юнгу, наиболее первоклассных психологов о том, что, допустим, ярость или неприятие какого-то человека возникает не в случае того, что вы объяснили, что этот человек там грязно одет, у него там неприятного цвета волосы, я не люблю такого цвета и так далее. Нет. Сначала возникает неприятие, а потом самообоснование факта. Или сначала возникает ярость, а потом вы объясняете, почему этот человек такой плохой, что он вас выглядел. А на самом деле могло с этой стороны этого человека никакой причины не быть. Была непроизвольная вспышка ярости, которой вы даете вполне последовательное объяснение. Более того, когда вы решаетесь, например, на какой-то поступок, какой-то выбор, и сомневаетесь, вот это или это, с почти стопроцентной вероятностью можно быть уверенным, что вы уже выбрали. Получается, опять же, действие в какой-то степени предшествует его логическому объяснению. Мы действуем, и его объясняем, а не сначала продумываем, а потом действуем. Это иллюзия. Но из этого мы приходим к весьма неприятным выводом. То есть, доказать отсутствие свободы выбора как раз очень легко. Все предшествующие эксперименты это делают. Но невозможно доказать наличие свободы выбора. Причем, этого невозможно доказать не потому, что его нет, а потому, что невозможно так выставить эксперимент, или почти невозможно, чтобы мы могли сказать, что свобода выбора у нас есть. Например, лежат очки, я их могу взять или не брать. Но где гарантия того, что я мог их не взять? Даже если мы представим себе фантастическую картину, столь модную, начиная от фильмов, посвященных петле временной, машины времени, научной фантастике 20 века, на самом деле, которая берет свое начало еще в творчестве Успенского, Петра Демьяновича Успенского, именно он впервые описывает петлю времени. И соответственно, вот эта петля временная не дает нам с одной стороны персонажи, которые там представлены, возвращаются в прошлое, уже обогащенные новым знанием, а значит, это не та же самая ситуация. С другой стороны, мы никогда не можем сымитировать ту же самую ситуацию в точности. Сам факт наличия этой машины уже меняет ситуацию, возможности этого возврата как такового. Поэтому, вполне возможно, что ситуация будет разыгрываться следующим образом, типа выбрал, не выбрал, не выбрал, при наличии отношений. Поэтому, доказать стопроцентно, что мы могли, когда у нас складывается ситуация выбора, именно выбрать что-то другое, а не то, что мы выбрали, фактически невозможно. но тут приходит проницательность Метцингера, которого я ценю по большому счету только за этот изящный ход, потому что этот изящный ход выявляет в нем очень крупного философа. Ему удается все-таки доказать возможность свободы выбора. Нужно сделать следующее. Нужно провести эксперимент, в котором участников сначала, допустим, опрашивают, что они верят свободу выбора, и они живут каким-то определенным образом. Их тестируют, определенные ситуации создают, вопросы проходят. После этого им дают целый блок экспериментов, показывающих, что на самом деле свободы выбора не существует. И они опять живут и проходят эксперименты. Получается, практика марксистская возвращается на круги своя. И ему удалось доказать, что в одном и в другом случае люди действуют по-разному. Более того, изменения происходят даже на уровне нейронных коррелятов. Верит человек в свободу выбора или не верит? То есть, таким образом, несмотря на то, что наука нам сто процентов говорит, что свободы выбора не существует, просто ее объяснить, откуда бы она взялась. Нету таких констанций, отвечающих за свободу выбора. с другой стороны, наличие и отсутствие свободы выбора веры в нее принципиальным образом меняет саму ситуацию. И это, опять же, доказывало той же самой наукой. Это то, на чем стоит принципиальный Мецингер, и я вам даже процитирую его, чтобы убедить в том, что я не искажаю его точку зрения. Уменьшение веры в свободу воли может приводить к заметному снижению готовности помогать другим, к снижению самоконтроля, к ослаблению реакций на свои ошибки, к взрывам агрессии. Экспериментально доказаны даже объективные изменения в нейронных корреляторах. То есть, получается, с одной стороны свободы выбора абсолютно не существует, с другой стороны можно доказать, что она все-таки каким-то парадоксальным образом присутствует. Меценвер не отвечает на этот вопрос. А я попробую. И для разрешения этой проблемы я предлагаю обратиться к методам только не пугайтесь Зигмунда Фрейда. Человека, который жил более чем 100 лет назад. Родился более чем 100 лет назад. Я понимаю, что многих может шокировать такой поворот, но попытаемся разобраться почему я обращаюсь именно к Фрейду. Большинству людей имя Фрейда знакомо как имя нарицатель. Имя человека, который свел все многообразие нашей жизни к функционированию влечений. То есть, к тотальной подчиненности человека своим врожденным или полученным извне в процессе формирования стремления биологического характера. однако, такой упрощенный взгляд на Фрейда не соответствует действительности. Предположим, что все сказанное о Фрейде в таком ключе в определенном смысле верно. однако, именно Фрейду принадлежит введение метода толкования сновидений, а также анализ отбрасываемых ранее научным сообществом в качестве незначительных оговорок, описок ошибочных действий и их интерпретаций. Значит, Фрейд, которого считают низвергателем культурного человека, тот самый Фрейд, который во всех символах нашей цивилизации мог разглядеть физиологические стремления и только их лебедянальные влечения индивида, на самом же деле привносит в строгую науку метод толкования, а значит и пространство смысла и смысла творчества. Но как же это совместить? Одно и другое. Где это самое место смысла и откуда он появляется, если существуют только различные формы отреагирования на внешние раздражители. Мы попадаем здесь в ситуацию, где есть две сцены. Одна из них связана с физиологическими реакциями, другая с пространством смысла. Как-то мы уже говорили с вами о разрыве между символическим законом и законом реальным полакам, между тем же письмом Павлану Барту как объективностью и автором с точки зрения художников в эпохе Ренессанса, то есть субъективностью. Теперь предстоит решить последнюю задачу. Как человек оказывается свободен? Откуда у него появляется возможность что-то интерпретировать, если он полностью подчинен природным и социокультурным влечениям и обусловлен определенными фактами отреагирования? Интеллектуал наших дней развиваясь, накапливая определенный опыт знаний как о себе так о человеке в целом с неизбежностью приходит к выводу о том, что он по рукам и ногам не свободен. Что у него нет никакой возможности на что-то повлиять. Научные эксперименты демонстрируют, что у человека есть лишь видимость свободы выбранной. Человек даже не способен отличить, он ли выбирает что-то или выбирают за него. Если в нашем организме происходят определенные химические процессы, нам необходимо к примеру начать активно двигаться, то человек приходит к примеру, что ему хочется пройтись. Выберет он прогулку или зарядку или что-то в этом духе будет обусловлено его предшествующим успешным опытом сброса этого напряжения. Так в данном случае он ли выбрал прогулку или прогулка выбрала его? Это ситуация, в которой мы оказываемся полностью подчиненными как внешней реальностью, так и нашими внутренними, как врожденными, так и сформированными свойствами. Такой человек начинает осознавать себя просто марионеткой, разрываемой на части снаружи и изнутри противодействующими силами, выходящими далеко за пределы его контроля. Такой человек разочаровывается в мифе о человеке. Человек умер, превозглашает он. И именно с этой точки, точке тотальной аннигиляции и начинается новая фаза. Так, так как лишь дойдя до самой бездны, разрушения и отчаяния, человек осознает, что все, что он знал ранее о мире, это бесспорная правда. Но правды всегда две. Тот самый миг перед полным растворением в ничто, когда от личности уже ничего не остается, ему открывается огромный мир. Это мир смысла творчества. Пространство иной сцены, где возможно практически все. Эта вторая сцена со своими законами, никак не связанными с законами бихевиалистической картины мира, чем-то напоминает в своем роде отношения между квантовой механикой и гравитационной теорией. Ну, объединить их в описании реального не представляется возможно. Все мы привыкли к тем законам, которые провозглашает гравитационная теория, они нам понятны, что если вот такая бутылочка она столько-то весит, а если мы нальем эту же самую сокрую бутылочку в два раза больше, то он будет весить в два раза больше. На уровне квантовой механики все будет происходить наоборот. Чем объект меньше, тем он весит больше. Но парадокс в том, что из этих маленьких объектов и состоит от бутылочки. Которая чем больше, тем будет тяжелее. Объединить это не представляется возможным. Все попытки объединения одного и другого представляются излишне запутанными, они не являются изящными, а это один из главных критериев в области физики. Физик все-таки не сможет делать то, что мы делаем на гулес льбезе. Объяснять вам в течение целого года какие-то вещи. Это должна быть формула. Если эта формула не выглядит столь же изящно, как E равно mc в квадрат, то это не самая хорошая формула. Так вот, в пространстве творения смысла, смысла естественно из бессмысленности, в пространстве, где под действием законов толкования может подпасть все, что угодно, человек оказывается как бы в самом начале пути, а не его в конце, где он уже накопил все формы отреагирования, возможно, на мир. И те самые часы, которые всегда переходили с 12 на час, отбив полночь, переходили на начало следующего дня, как бы размыкают этот час и переходят в час 13. Тот час, которого в физическом мире просто нет. Час той машинерии, которая отсутствовала в мире, описанном с помощью символического закона, в мире бихвеористских законов. Так парадокс здесь заключается в том, что не имея своей собственной воли, и будучи лишь суммой химических и физических процессов, помноженных на нашу социальную обусловленность. Человек способен обрести не только выбор, причем подлинному выбору, а не выбору мнимому, но и влиять, заметьте, на окружающий его контекст, который его обусловлен. Критически настроенный слушатель может не возразить, откуда у нас есть уверенность в том, что в смысла творчества человек хоть в чем-то свободен. Мы ведь уже обращались с вами в одной из лекций к проблеме письма Ролана Барта и Мишели Фуко, когда мы выяснили, что автор есть просто ярлычок на теле саморазворачивающегося письма. Выяснили, что человек тотально обусловлен социумом. С одной стороны, а с другой стороны, понятно, что всем обусловлен на уровне гены. Более того, ведь никто же не отменял эксперименты, которые я приводил вам только что, и навряд ли их можно назвать фальшивками. Это эксперименты авторитетнейших ученых, когда человек абсолютно не осознает, что все выбрали уже за него, при том, что ему-то кажется, что это он творит эту реальность. Он попадает в ситуацию своего рода наблюдателя. Перед ним разворачивается какая-то фантасмагорическая картинка, но представьте себе наподобие персонажа компьютерной игры, которым играют, но он же там движется. Естественно, если бы мы представили, что этот персонаж живой, то вот себе хорошая картина с точки зрения этих ученых. Человеком играет только не кто-то, не божество христианской мифологии, а сам социум, сама реальность как такова. Но, на самом деле, я попытаюсь объяснить этот достаточно сложный парадокс. Как я вам уже говорил, сам Метцингер предполагает следующее, что если себе вообразить общество, в котором все верят свободу воли, ну как наше общество, все-таки тотальным является свобода воли, которая узаконена на уровне акта, государственного, и вообразить те общества, в котором свобода воли не признается как таковая, но для этого нужно будет пересмотреть все законодательства, то мы получим на выходе два совершенно иных общества с двумя совершенно разными культурами. То есть, получается, как бы это парадоксально не выглядело, но при тотальном утверждении одной или другой точки зрения мы приходим к двум совершенно разным картинам реалии. Однако, если мы взглянем на позицию свободы воли человека с точки зрения смысла творчества, а не с точки зрения бифериаристской картины нервы, то окажется, что мы ограничены не столь уж многими факторами, и в пределах этих ограничений наша свобода оказывается почти тотальной, так как она не имеет исчисления. Таким образом, никакого объективного взгляда на эту ситуацию нет и быть не может. Сам предмет, на который устремлен наш взгляд и тип взгляда меняется под воздействием этой ситуации, обусловленной всей совокупностью причин. И одной из причин, меняющих ситуацию, является наша уверенность в том, что мы можем или нет можем на нее повлиять. Это тоже причина составляющая ситуации. С точки зрения академической химии, к примеру, притязание алхимиков на трансмутацию в тех условиях, в которых они работали со своими голубами, пробирками, тигерами, является ложью этой невозможностью. Но для химии это миф прошлых веков. Но с точки зрения толкования, с точки зрения переосмысления, пересоздания мира, простите, та же самая алхимия повлияла на формирование современного человека, современного субъекта, ни в чуть, ни в меньшей степени, чем эта же самая химия. И более того, продолжает влиять по сей день, это легко отследить по интересу к данной дисциплине даже в 21 веке. При том, что символический закон по лакаму, закон исчисленности, закон строгих наук, естественно, говорит об невозможности. с точки зрения него нам нет никакой возможности спорить с тем, что трансплутация в тех условиях, которые предлагает тот же самый святой Фома, она просто невозможна. Если вы зальете определенные реактивы и положите их на несколько дней в коровий навоз, то, поверьте, золото вы оттуда не достанете. Но, как смысл творчества, как ситуация возможного разрушения, размыкания закона, простите, алхимия в той же степени смогла влиять и поменять мир, не только запутать его, но поменять мир, в котором мы с вами сейчас живем. таким образом здесь следует разграничить две весьма важных категорий. Это, наверное, самое важное, что я хотел бы сегодня сказать, потому что все, что я говорил до этого, в той или иной степени вы могли слышать, вы могли прочитать Метцингера, вы могли собрать по крупицам то, что мы уже разбирали в наших лекциях. Сейчас же я буду говорить о том, чего мы еще не касаемся. Это та разница между символическим и реальным по Лакану, которую я не так давно понял и, как мне кажется, могу сформулировать более-менее ясно. В философии Лакана есть замечательное разделение между законом символическим и законом реальным. Первое в текстах Лакана чаще всего именуется порядком. Второе причиной. Мы привыкли, что детерминированные цепи причин и следствий движутся нерушимо. Привыкли к тому, что разорвать их могут только некие вторжения каких-то инородных причинно-следственных связей. Каждый сбой в символическом законе, в законе, выстроенном и осознанном нами, воспринимается как нарушение баланса ситуации, вызванное какой-то внешней причиной. Например, если идут часы, эти часы остановились, эти часы замедлили свой ход или ускорили, у этого есть какие-то внешние причины, это не разрушает причинно-следственных связей, а говорит о пересечении разных причинно-следственных связей. Например, завод закончился, батарейка сломалась, и так далее. Они могли ударить, они могут остановиться. Причин может быть очень много. Однако, Лаканн в эту безрадостную, детерминированную картину мира вносит один совершенно принципиальный фантастический комментарий. Он пишет, причина отличается от того, что является в любой связанной последовательности начала. Эту последовательность детерминирующая. То есть, она, причина, отличается от закона. Причина, короче говоря, бывает лишь там, где что-то хромает. Конец цитаты. Комментируя выше приведенную цитату из Лакана, слабой Жижек отмечает. Из-за этого причина, как реальность, никогда не может явить свою причинную мощь прямую, как таковую, но вынуждена всегда действовать опосредованно в виде возмущений внутри символического порядка. Подобные же высказывания можно обнаружить и в «Капитализме и шизофрении Делеза и Феликса Глатари». Из вышесказанного вытекают очень и радикального следствия. То есть все законы, как физические, так и те законы, которые мы именуем законами логики, функционируют не таким образом, как они описаны и мыслятся нами на символическом уровне, то есть на уровне организованных структур. То есть как это мыслит наука, строгая наука. А законы реальности функционируют скорее, как машины пожилю Делезу. То есть такая машина, которая как бы ни была превосходной совершенно, в ней постоянно происходят какие-то сбои, остановки, флуктуации происходят, ускорение, замедление. То есть это не значит, что данная машина несовершенна, что она плохо работает. А это как раз значит, что эта машина работает единственным возможным для нее способом. И это и есть ее реальное существование. Она просто не может не работать, не ускоряясь, не замедляясь, не останавливаясь, не ломаясь периодически. Как Делез пишет, что естественным состоянием машин желающих является их постоянная поломка. Они постоянно ломаются. И это не то, что они ломаются в том смысле, что на них что-то повлияло и разрушило их. Это является их естественной нормальной формой поведением, состоянием. Несколько речи идет о объекте. Просто машинами по нему с таким же успехом можно назвать их субъектом. Теперь представьте себе, что любая ситуация в мире, описанная в законах, в положениях классических законов физики, выглядит следующим логичным, последовательным образом. Поэтому любое изменение, минимальное, выходящее за пределы этой схемы, всегда интерпретируется как некое вмешательство народных фактов. Неточность эксперимента и так далее. Но Лакан говорит об обратном, в символическом порядке, который, безусловно, правильно описывает реальное, но описывает его с человеческой точки зрения все выпрямлено. Выпрямлено безупречно. А на самом деле оно искривлено. Искривлено не потому, что что-то повлияло, а по своему существу. Другое дело, что оно скривлено не настолько тотально, что символическое не соответствует реальному. Вот от этого тоже нужно отказаться. А то оттуда можно вывести все возможные мистификации, какие только можно себе представить. Оно почти точно зависит. Вот это самое главное. И вот в этом самом почти и проявляется подлинное реальное. Когда возникает зазор между символическим идеально ровным и не совсем ровным реальным. И именно это и определил Лакан, говоря о том, что реальное хромает, реально обнаруживается там, где оно хромает. Или то, что говорил Жильделес и Феликс Глотари, как машина все время ломается. Таким образом, реальное вторгается в символическое, нанося ему урон. Но именно эти вторжения и позволяют нам понять, что на самом деле сверхдетерминированный мир современного научного знания соответствует реальному положению вещей лишь с одной стороны, со стороны символического порядка. Если же взглянуть на него с одной точки зрения, как это предлагают Лакан или Жижик, то окажется, что мир устроен немного иным образом. Понятно, что все эти незначительные задержки, ускорения, замедления не способны изменить сам наш закон отношения, описания реального. Оно, в принципе, корректно. Оно почти идеально. но именно вот это почти является сущностным важным элементом. Хотел бы показать разницу между причиной и законом. Ее описывает Хокинг в начале своей книги «Краткая история времени» о том, что люди очень любят задаваться весьма глупым для физики вопросом, а что было до большого взрыва? Какова была его причина? Вот он объясняет абсолютно просто для людей таких непосвященных науку, что причины у него быть не может. Что система, как система нашей реальности сложилась с большого взрыва. Если этой системе что-то предшествовало, то то, что ей предшествовало и вызвало возникновение новой системы, с точки зрения этой системы не может являться причиной. Потому что оно в нее уже не вписано. Таким образом, примерно это же самое и пытается нам сказать лакарно. То есть символическое описание мира есть вот эта сетка, та структура, которую мы видим. В нее может постоянно вторгаться все, что угодно на уровне реального. Понятно, что в большинстве случаев это незначительные фриктуации, незначительные колебания. Но они и являются причинами, порождающими новые причинно-следственные цепи. У самих этих причин причин с точки зрения этой логической структуры нет. Это не значит, что их нельзя никак объяснить. Это значит, так же, как они выходят за пределы той системы, в которой мы находимся, мы их в принципе не можем рассматривать. Это невозможно так же, как невозможно рассматривать, а что было до большого взрыва. С нашей дочерью ничего не было. Это корректный ответ. То есть, получается, мы попадаем в весьма примечательную ситуацию. Ситуацию, с которой мы уже сталкивались на одной из лекций. Это ситуация невозможности нейтрального взгляда на две истины. У нас есть одна истина, которая говорит нам на законе языка символического в том, что весь мир подчинен строгим химическим и физическим законом, и мы полностью включены в него. Наша свобода в этом случае вот такая. Она остается, как вы помните, ее вводит Метцингер. Опять же, экспериментальным методом. То есть, чуть-чуть свобода есть, но совсем мало. Если мы стоим на позицию смысла творчества, предложенную, как ни странно, не Юнгом, а Фрейдом, именно он вводит в науку толкование, за что и полностью, как говорится, облег. Все, что было возможно. Он не только очень плохо в жизни своей кончил, но и после его смерти он умер от эвтаназии, так скажем, условно говоря, покончил жизнь, потому что не предстанал больше возможно мучить своих близких. после уже его смерти его прах был осквернен, он был зверен. Теми, кто его ненавидел за то, что он упразднил человека как полгубия божества. Но именно этот человек вводит пространство толкования, пространство смысла, которое и противоположено этой ситуации символического порядка. То есть Фрейд описывает толкованием пространства реального. Заметьте невоображаемого. То есть воображаемое оно является ровно столько, насколько является подходом к реальному. Понятно, что это толкование это воображаемое? Но оно отсылает к норме инстанции. И в данном случае достаточно привести в пример то, что Фрейд вообще всегда стоял на этих двух позициях сразу же. Вспомните двух Эдипов. Но один Эдип это Софоков. Тот, который все знают, когда кто-то, да, я имею в виду как Эдипов комплекс, да, а не как Эдип Софоковский, кто-то убил папу, чтобы спать с мамой. Вот грубо можно выразить таким образом эту модель. Но другая модель, то Фрейдовская, выглядит совсем по-другому. Она выражена в книге Тотема Табу, где дети убивают праотца, и как раз именно это и становится абсолютным запретом на кровосмешение. Прямо противоположная версия Эдипа, и Фрейда не просто никогда не напрягала, что он дает Эдипа в двух прямо противоположных версиях, он именно за нее-то всегда и держался. То есть именно когда мы встаем на обе позиции, позицию реалистическую, позицию символического порядка, неправильно не сказал, позицию гемморического порядка. И когда мы встаем на позицию толкования, интерпретации, Фрейд оставляет всегда для себя зазор, какого из Эдипов он будет в данном случае использовать. Вот в чем дело. Понимаете? И мы приходим к выводу в том, что на самом деле единственной верной теорией может являться противоречивая теория. Не теория, в которой есть куча запутанных неразрешенных проблем, а теория, в которой противоречие заложено самим автором и поставлено в сердце этой концепции. Как это предлагает Жижик в случае анализа активизма. Он говорит, невозможно описать левое и правое движение с точки зрения объективной картины. Мы не можем сказать, что вот эти левые, леваки, а вот эти они все правые. Если мы встанем на позицию правых, то это деление окажется совсем другим. Это скажет, что же не совсем правые, вот этого, правые, тем леваки. Если мы встанем на позицию левых, эта ситуация будет описана совсем в других категориях. Понимаете? То есть, на самом деле, нейтральной позиции не существует. Если мы осуществляем некий факт оценки, значит, мы бессознательно уже встали на ту или иную позицию выбора. И между этими позициями происходит принципиальный раскол. Тот, который именуют эпистемологическим разрывом. То есть, разрывом между двумя сформированными системами. Между ними нет никакой связи. И как раз именно это было проблемой, когда те же самые рабочие из буржуа в 19 веке не поделили. То есть, не то, что они договориться не могли, о чем пишет Макс, не о том, что эксплуататоры эксплуатировали, а рабочие такие хорошие были и не хотели, чтобы их эксплуатировали. Нет, они не могли договориться, потому что здесь было две пары. Была пара рабочий буржуа глазами буржуа и пара рабочий буржуа глазами рабочий. И между двумя вот этими парами и пролегалась эпистемологический разрыв, который потребовал революционного движения. То есть, эта пара вообще не могла контактировать между собой. Вот в чем проблема этой исторической коллизии. Таким образом, мы попадаем в эту же самую ситуацию. у нас есть модель смысла творчества, у нас есть модель совсем иная, модель связанная с бихиористской картиной реальности. И одна говорит нам абсолютные невозможности, другая говорит о тотальной свободе. Каким образом это можно совместить? Каким образом из одной можно попасть в другую? А для этого нам потребуется введение такого слова как трансгрессия. Что есть эта самая трансгрессия? Если совсем попросту объяснять, то трансгрессия это преодоление закона без его отмена. Можете представить такую достаточно простую ситуацию. Людей убивать нельзя. И по моральному закону, и по закону государственному но на войне можно. Но нельзя. Ведь на войне никто не отменял первый закон. Если вы пойдете убьете своего командира, то вряд ли вас за это не будут судить. Получается трансгрессия, это совсем нарочитый пример, не уверен, что он очень хорош, я просто пытаюсь, чтобы вы поняли, в чем суть трансгрессии. И именно в искусстве трансгрессия положена в углу угла, поставлена. То есть представьте себе следующую ситуацию. Что есть трансгрессия? И изысканный пример. Это исполнение музыкального произведения по нотному тексту. В нотном тексте, начиная с конца 19 века, особенно в 20 веке, зафиксировано столь большое количество мелочей, иногда выписано даже несколько тактов, сколько они должны длиться секунд. Ну, то есть определено все. Более того, начиная с 20 столетия, мы имеем записи прижизненные, авторские, и даже записи, когда сам автор играет свое произведение. То есть мы имеем еще и предзаданную традицию. Определено, казалось бы, вообще все. И естественно, исполнитель сталкивается с тем, что видя этот нотный текст, в котором выписано все, зная традицию, в которой определено все, кажется, что сделать, то есть проинтерпретировать, выразить себя в этом тексте невозможно абсолютно. Это та же самая ситуация, в которую мы попадаем, если взглянем на человека и его свободу с точки зрения бихевиализма. Мы можем просто сыграть то же самое. Ничего другого мы сделать не можем. Но мастер, музыкант, совершает в акте интерпретации именно трансгрессию, когда он понимает, что вот это огромное количество ограничений на самом деле не ограничивает его вообще ни в чем. Просто зона интерпретации оказывается лежит не в том же, не на той же самой сцене. Она разыгрывается на совершенно иной сцене. И там ему доступно по большому счету сколько угодно новшеств. Почему? Потому что понятие новшества не имеет исчисления. Никто же не будет говорить, что вот в этой интерпретации три отклонения от авторских, а вот в этой четыре. Значит, это более крутая интерпретация. Эти отклонения потому что не будут связаны с теми параметрами, которые узаконены. Закон остается незыблемым. То есть динамика авторская, темпы авторские, нотный текст авторский, он остается незыблемым. Интерпретация осуществляется совершенно на другой сцене. На какой это сказать достаточно сложно. Но она происходит. Она происходит и мы это знаем на уровне просто фактического наличия большого количества интерпретаций без изменения текста, который передает совершенно разный образ, смысл, художественное целое, формирует совсем иной образ. Как это возможно? А помните с чего я начал лекцию? Я начал лекцию с обозначения метода параллакса. Изменение взгляда на тот же самый предмет меняет этот предмет. Но он меняет этот предмет не образом в духе фокусника, да, какого-нибудь Акопянка, да, когда была бутылочка там, а стала птичка. Нет, предмет-то будет тот же самый, но взгляд на него создаст иную ситуацию отношения между взглядом и предметом. И с этой новой точки зрения, с которой еще не смотрели на этот предмет, он преобразится полностью. При этом предмет останется точь-в-точь таким же. Вот в чем дело. Получается, вот где сказываются эти самые хромоты Лакана или возмущение внутри символического порядка, о котором писал Жижин. Символический закон тот же самый остался. но в него вмешивается иное, что можно назвать реальным. То есть интерпретация, я говорю, это воображаемое, в чистом виде. Но создание новой ситуации взгляда, это реальное, в полном смысле слова. Насколько мы это осознаем, это и почти невозможно осознать, на чем стоял собственно Лакан. То есть реальное, оно является в какой-то смысле невоспринимаемое. Но создание этой ситуации мы можем в логических законах символическом выразить как вторжение реально. Потому что по-другому описать это абсолютно невозможно. и таким образом как возможно эта самая мистерия свободы. Подытожим. Если вы спросите меня возможно ли что искусство влияет на общество. Ответьте да, нет. Может ли оно повлиять? Да. Я как вы уже поняли отвечу нет. Потому что на уровне символического закона все предрешено все определено мы полностью вписаны в то что называется письмо художник вписан письмо эпохи и так далее. Но возможность появляется в зазорах между символическим и реальным. И тогда когда художника произведения его интенция попадает в этот зазор оказывается совершенно фантастическим образом он может изменить контекст самой ситуации и таким образом полностью поменять всю реальность. Мы знаем много исторических примеров когда всего одна фигура радикально меняла всю историческую ситуацию и у нас нет оснований предполагать что это было тоже письмо эпохи. Скорее можно предположить что человек попал в этот зазор где ему открылась бесконечная возможность реализации. встает вполне справедливый вопрос а как эти зазоры вычислить? Я не смогу ответить на этот вопрос никак. как их прояснить как их вычислить в реальности абсолютно не представляется возможным. вспомните меценги если верить в нашу способность изменения реальности значит мы будем изъявлять свою волю к творению чего-то нового постоянно. И значит шанс наш попадения в этот зазор будет значительно выше чем если мы будем применять свою волю спорадически или вовсе не будем в нее верить. Если мы в нее вовсе не верим мы попадаем исключительно в пространство символического закона и шансов попасть в его разветвление с законом реально у нас просто не существует. Если мы постоянно настаиваем на возможности свободы повлиять на что бы то ни было это значит что шанс попасть в этот зазор все-таки есть и та мистерия свободы свободы творчества которую констатировали художники еще со времен возрождения она может быть может существовать и более того как мне показалось сегодня может быть обоснована современными научными методами. Теперь это не миф человека отражения творца но вполне конкретные реальные вещи вполне конкретные категории категории устройства самого мира а не просто миф о бесконечном творящем начале которое проистекает в нас от нашей хии от нашей сокровенной души которую в нас вложил естественно творец который сам был творцом и поэтому и нас создал таким же получается нет дыма без огня художники возрождения они все же были эстетиками художники возрождения многие из них были не ошибались в своих воззрениях а так скажем их взгляд существенно отличался их позиция от нашей поэтому выводы с которыми они утверждали свою службу во многом правдивы другое дело что они строяли на тех основаниях которые современная наука принять никаким образом не можно понятно что акт веры это акт веры каждого человека лично но мы не можем ссылаться в доказательстве на субстанцию божества сейчас в современном дискурсе но у меня на сегодня все если есть какие-то вопросы по сегодняшней лекции или по прошлой на которые мне не удалось ответить ни на какие вопросы то я могу постараться на них ответить есть какие-то вопросы сегодня тема сложная тема малопонятная я старался как мог сделать это просто но я понимаю что далеко не просто этот вопрос тема лекции то однозначно можно ответить да способно ли да способно но окажется способно при каких условиях то есть получается мы пришли к выводу в том что на самом деле мы находимся в ситуации тотальной несвободы то есть сколько бы мы искусством что бы то ни было не делали мы ничего не добьемся мы добьемся только в тех зазорах которые происходят в реальном которые а может их больше не будет у нас нет никакой на миллион не зазоров будет один зазор который сработает и изменит систему да миллиард то есть в данном случае если мы поставим вопрос ребром как в случае являлся ли Иуда Искариот последователем Иисуса Христа да нет мы будем вынуждены ответить да а в данном случае естественно может ли искусство повлиять на социум мы вынуждены ответить да потому что на один к миллиону это происходит если искусство попадает в этот самый зазор для меня важным было прежде всего не просто ответить да нет да это как раз мало интересно для меня важным было определить как и при каких условиях вот это мне кажется наиболее интересно потому что в той форме в которой я предложил вам рассмотрение сравнений символического реального у Лакана вы понятно что у Лакана в такой простой форме этого не найдете я вам зачитал как это сформулировано у Лакана простите больше там читать нечего это именно в этой форме Лакан всегда изъяснялся очень лобидарно очень просто и совершенно непонятно для его мысли это было понятно и очевидно и он не считал нужно возвращаться по 10 раз хуже проземы Григорий а можно еще слайд делать книга Марк Глазин которую не успел сфотографировать у вас был вопрос если честно такой не совсем вопрос а я бы хотела чтобы вы как-то прокомментировали вот эта ситуация с мозгом что там эксперимент женщины которая гибнет и вот например Татьяна Чернигас она в своих лекциях постоянно повторяет одно и то же что вот есть эксперимент только почему-то она не дает ссылку на конкретный ключ может вы знаете что мозг ну то есть когда мы совершаем какое-то действие мозг заранее уже это ну учтено приборами какими-то что как бы знает что мы совершаем это действие плюс после этого еще посылает нам сигнал что мы добровольно как бы это действие совершили то есть как бы успокаивает нас но в данном случае почему это происходит я попытался объяснить да что нужна точка сборки вот это то что Метцингер называет понятием я-модель понятно же что все что вы видите вокруг такое же я как то что вы считаете своим телом потому что вы видите только то что воспринимают органы ваших чувств и это сконструируется в мозге в модели реальности в которой вы находитесь вам ничего не мешает видеть себя например с верхней точки зрения или спереди вы видите себя таким образом как вы видите по одной простой причине так вы будете в большей сохранности это более эффективно для вашей сохранения жизни в этом как раз вопрос о воле он как бы если здесь возникает вопрос о воле то ее как раз как бы в том случае естественно я повторюсь что с точки зрения всех подходов физики и нейрологии естественно свободы воли у человека нет мы приходим к артезианскому театру Дэниела Дэнета в котором перед нами разыгрывается очень красивая сцена в которой есть персонаж которого мы считаем за себя но этим персонажем естественно руководим не мы а мы лишь соглашаемся с тем что нам предлагают но если вас интересует этот вопрос есть очень первоклассная книга ее автором является Джакомо Рицалатти она называется Зеркала в мозге Рицалатти это первооткрыватель зеркальных нейронов которые перевернули науку о человеке это эксперимент вот 90-х годов книжка есть на русском языке что редко бывает и как раз он подробнейшим образом описывает такую ситуацию в которой мы работаем не с составными частями действия а с целыми блоками например захват рукой захват рукой есть малого предмета среднего предмета то есть захват рукой к телу и захват предмета двумя руками то есть предметы ранжируются поэтому возможно ли его взять в руку возможно ли его прихватить рукой целиком или его можно взять двумя руками то есть целиковые крупные действия из которых мы выбираем более того весьма любопытные эксперименты показывают что само зрение наше делится на два типа дальний и ближний ближний причем основанный не на том что допустим первые полтора метра это ближний а оставшиеся там все это дальний нет в пределах окончания точки захвата если человеку дать в руку граблю или какой-то другой предмет с помощью которого может осуществлять захват ближнее зрение будет по конец этой грабли это проверяли на людях с нарушенным после автокатастрофы или других аварий мозгом у которых нарушается один из типов зрения то есть допустим они не видят все в пределах руки и отлично видят дальше это не значит что у них расплывается что-то у них просто мозг не способен это воспринять и если этим людям которые допустим видят вблизи но не видят вдали дают руку удлиняющую их возможность захвата то есть мы предположим грабли они начинают видеть дальше чем видели до этого это говорит о том что наше зрение разделено последовательно между двумя совершенно разными частями мозга которые обрабатывают эту информацию то как мы к чему я это все веду я веду это к следующему то как мы субъективно воспринимаем наше бытие то что мы воспринимаем его как наделенное сознательной волей совершенно еще ни о чем не говорит оно не может являться доказательством чего бы то ни было например мы в них цвет не воспринимаем и что а более того мы его воспринимаем даже не в соответствии с длиной волны как доказали ученые потому что это настолько уже перестало быть для нас как людей какой-то эффективностью какой-то ценностью обладать что мы очень часто путаем длину волны и наш мозг наделяет там допустим более длинную волну цветом подходящим для более короткой потому что это не угрожает никак нашей жизни а значит на это тратится очень малый ресурс энергии вот и все таким образом эти эксперименты действительно есть они существуют они весьма интересны но они говорят только о уровне символического порядка а если мы встанем на него да мы в тотальной невозможности но Мэтсенгер вот чем он ценен он же показал экспериментальным методом возможность наличия свободы воли вот в чем уникальность его книги повторюсь книга очень спорная для меня в том числе я с большинством философских выгодок не могу никак сцеледаризироваться но вот этот метод которым он доказал наличие свободы воли он просто потрясающий он очень изящий потому что против него никакой не Деннет ни кто-то стоящий на позиции тотального нашей невозможности возразить ничего не сможет и а еще любопытно то что насколько корректно конечно проводятся эти эксперименты то есть понимаете описание их очень скудные и нет никакой возможности предполагать воздействия по типу внушения да понятно что внушение по категории очень спорное сама по себе как гипноз да на чем он держится тоже бы совсем ясно но по крайней мере психология этим термином пользуется да в науке нет не любят очень но психологии пользуются и все мы знаем как человек на этом собственно держится весь институт мошенничества то есть мошенник же не вор он не отбирает у вас деньги он заставляет делает такую ситуацию создает в которой вы сами отдаёте деньги на этом держится вся мошенническая индустрия когда человек выбирает то что вовсе всего он и не хотел сделать значит все-таки внушение как факт работает понимаете и нет никакой гарантии что эти эксперименты я имею ввиду эксперимент с компьютером не проводился таким же образом да когда человека просто убеждали в том что он все это все этим процессом руководили эксперименты можно проверять повторять да проблема экспериментально получаемого знания как раз Кирилл в том что один и тот же эксперимент абсолютно с одинаковыми условиями тоже имеет так скажем то есть это тоже позиция то есть в зависимости помните первую самую лекцию если не смотрели советую посмотреть я на ней описывал как при абсолютно одинаковых условиях при постановке крошечной точки изменения нашего взгляда на проблему мы получаем совершенно разные результаты которые между собой могут противоречить при идеально корректной последовательности действий то есть я приводил в пример концерты допустим там скрипичные концерты Моцарта мы хотим рассмотреть в чем сущность скрипичных концертов Моцарта у нас есть три возможности сравнить их с скрипичным наследием Моцарта но не концертами есть возможность сравнить скрипичными концертами но не Моцарта то есть композиторов его же поколения и наконец есть возможность сравнить с концертами Моцарта но написанными не для скрипки применяя три разные точки отсчета мы уже знаем я не сравнивал это я не знаю выводов но я уже знаю направленность на которую пойдут эти выводы в одном случае мы сможем выявить особенности, было ли специфическое отношение у Моцарта к скрипке, то есть трактует ли он о каким-то одинаковым образом в сонатах, квартетах и концертах, но все остальное мы ничего не можем сказать. В другом случае мы можем сказать, является ли взгляд, подход Моцарта к скрипичному концерту оригинальным по отношению к эпохе или нет, потому что мы его сравниваем с другими авторами. И, наконец, в третьем случае мы можем сказать, является ли подход Моцарта к скрипичному концерту отличным от его подхода к концертам для других инструментов. Уже сейчас, не проводя никаких исследований, я могу сказать, куда будут заточены те выводы, к которым мы придем. И у меня нет никакой гарантии, что эти выводы не будут противоречить друг другу. При том, что внутри системы не будет никакого противоречия. Таким образом, когда строится эксперимент, эксперимент в любом случае ограничивает определенную информацию и ставит ее под определенным ребром. Как это поставить? Мы получим один вывод. Мы ставим этот же самый эксперимент, чуть-чуть смещая координаты его проведения, мы получаем совершенно другие выводы. И это не значит, что в одном случае был сбой. Вот как параллакс-то работает. Понимаете, в чем дело? То есть люди очень долго недооценивали, что взгляд не просто меняет ситуацию, взгляд является активным действующим компонентом самой ситуации. Поэтому от того, как мы формулируем вопрос, на самом деле реальность меняется. Вот почему здесь мы занимаемся практикой. Переформулировав саму ситуацию, с которой мы пришли с вопросом на лекцию, мы эту ситуацию и поменяли. Мы ее реально поменяли. Вот в чем дело. Не пытаемся долбиться об нее, как активисты, головой об стену. Стену не сломаешь, голову можно. А реально поменять ситуацию можно только повернув ее. Вот почему Жак Лакан отправил студентов в 68-м, не пойдя с ними на демонстрацию. Не потому, что он боялся демонстрации. Это не тот человек, который что-то чего-то не было боялся, особенно культурных стереотипов, если вы знаете его биографию. Это потому, что он не верил в такой способ изменения реальности. Ну, сместили одного человека, поставили на его место другого. Да он таким же станет. Потому что контекст обусловливает его быть таким. Как это любили раньше говорить. Вот человек это власть портит. Никакая его власть не портит. Есть определенное место с определенной структурой функционирования. Когда человек занимает это место, он начинает функционировать, как положено на этом месте. И вот достаточно на другое место поставить, он начнет функционировать, как положено на этом месте. В 99% случаев. И есть только тот 1% случаев, когда он попадает в зазор, ему удается изменить саму эту ситуацию. Требят, вот этого человека власть не испортила. Да он саму ситуацию поменял. А власть, в кавычках, да, в такой случае, в каком бы мы место не попали, мы будем отыгрывать эту роль. В любом случае. Почему я говорю, если вы спросите меня, есть ли свобода выбора, может ли искусство менять, влиять на реальность, и мне потребуется в процентном отношении сказать может, не может, я скажу не может. Потому что в 99% случаев не может. Оно попадет в единственный зазор, и может быть не на 1 из 100, а 1 из миллионов. Но так, как мы сформулировали вопрос иначе, вообще фактически это возможно, да, возможно. Но очень редко. Есть еще какие-то вопросы? Да, да. Повторясь, последний. Вот о методе петли вы говорили в самом начале. Например, если мы зададимся вопросом, там, не знаю, был от Элла злодеем или не был. Вот, например, читатель этой инфекции, он как бы, можно сказать, что он проходит эту петлю, он ее выстраивает. И можно сказать, что драматург изначально этот метод как бы вкладывает в произведение. Не каждый образ, представленный в той или иной пьесе, будет полностью обрисован. Более того, если вы знаете хорошо метод Шекспира, он в большинстве своем опирался на уже существующие коллизии, которые он заимствовал из народного театра, из фольклора и так далее. И если мы хотим говорить о, допустим, той же фигуре от Элла, то, мне кажется, будет невозможным миновать и от Элла Россини, и от Элла Верди, да. То есть те классические образцы в других видах искусства. И от Элла, как он представлен в кинематографе, какие-то известные постановки. То есть нам опять же нужно будет очертить тот круг, более того, поднять в совершенно неизвестную для меня почву создания этой пьесы. Я имею в виду не герменевтику Гадемера. То есть тут нужно, я не случайно с этого слова сегодня, если применил, то по ошибке, а если, насколько помню, не применял. То есть я и применял метод толкования и интерпретации, чтобы вас не запутать. Потому что существует Гадемеровский подход, который предполагает, что есть некая незыблемая истина, она находится в центре. Она настолько всеобъемлющая, что мы ее выразить не можем. И что каждый раз интерпретируя, мы выражаем маленькую часть этой самой истины. Так вот, я же предполагаю, что в центре любой проблемной ситуации вообще ничего нет. Иначе бы она проблемная не была. Она находится на другой сцене. И описывая вот эту петлю, мы просто расставляем знаки, как дорожные знаки, в яму, чтобы в яму не свалиться. Понимаешь? И поэтому мы приобретаем, что мы расставили за эти знаки. Мы же не знаем, что на самом деле в этой яме. Но, расставив эти знаки, мы знаем точно размеры ямы. Где она находится. И гарантированно туда не упадет. Потому что мы точно знаем ее ограничения. Вот в чем ценность такого метода. В отличие от метода сказать, что это все не ясно. Есть разные спорные точки зрения. Он нам ничего не дал. Метод петли, который я предлагаю, он все-таки описывает эту ситуацию. То, что вы предлагаете в качестве того, что осуществляет драматург, как мне кажется, все-таки драматург ближе к Гадемерской. На точке зрения. Я не случайно единственный раз разбирал Гадемера в лекции феномена оригинального текста. Потому что, как мне кажется, автор, создавая произведение, как версию мета-произведения, все-таки вот в этом Гадемер прав. В этом Гадемер прав. Другое дело, что, понимаете, он, получается, описывает метод появления факта, который хочет анализировать. И хочет его анализировать тем же самым образом. А что мы получаем в таком образе? Но представьте себе следующее. Если вы положили со стола стакан, вам нужно поставить его на пол. Для этого вам что нужно сделать? Поднять стакан. Вы поставили его на пол. А теперь вы хотите этот стакан снять, чтобы проанализировать. Но осуществляете то же самое действие. То есть поднимаете его еще раз выше. Вот в чем ошибка Гадемер. Он интерпретирует, он, так скажем, переносит в метод анализа тот принцип, которым произведение создавалось. И идет еще дальше от произведения. Вот в чем его проблема, как мне кажется. Поэтому здесь мне важно не спутать тот круг, герменевтический круг, который предлагает Гадемер, с методом, который я пользуюсь. Я его условно называю методом педли. Его можно вычитать из лакановских текстов. Он там так не назван, он так не обозначен, но вычитать его можно. По большому счету, лакан именно этим всю жизнь и занимался. Глеб, у вас еще? Да, я хотел спросить. Вот, предположим, зазор. Да. Насколько нахождение этого зазора, скажем так, является случайностью? Скажем так, насколько это акт воли, а не случайность? Понимаете? То есть нахождение, в смысле, не его факт появления, а факт того, что мы на него наткнемся. Да. Хороший вопрос. Понимаете, если мы просто не вдаемся в подробности, не вдаемся в анализ того, чем мы сегодня занимались, предполагаем возможность свободы выбора, мы, в общем-то, и не концентрируемся на этом вопросе. Все просто что-то делаем. Тогда, наверное, это факт абсолютной случайности. Хотя никто не застрахован от того, что это случайность с этим человеком произойдет. Вот, если же мы встаем на позицию, обозначенную нами сегодня, когда мы, с одной стороны, принимаем тотальную невозможность, в русле символического, но осознаем нашу тотальную свободу в смысле интерпретации, вам это как исполнителю абсолютно понятно, исполнителю только этим и занимается трансгрессией, и ничем другим, то, естественно, вероятность попадения в этот зазор, во-первых, значительно выше, потому что мы это культивируем постоянно, а во-вторых, что наиболее важно, это попадание будет волевым актом, но не волевым актом попадания в зазор, а волевым актом реализации того, что произойдет при попадании нашей воли в эту расщелью, в эту фруктуацию. Я просто к чему подвожу? Собственно, не является ли этот зазор письмом эпохи, самой своей природой? Нет, потому что письмо эпохи полностью вписано в символический порядок. Если вы вспомните следующую концепцию, уже не бастерскую, а фукуор, то он никогда не объяснял, как одна эпистема сменяет другую. Помните, да, такое? У нас нет никакой гарантии, что смена эпистемы не происходит под действием совершенно произведений или творчества какой-то конкретной личности. Мы не можем исключать этот факт, потому что этот факт также является одним из фактов. Мы можем предполагать, что да, это происходит случайно. Накапливается критическая масса и происходит смена всей системы. Но, допустим, такие феномены в музыке, как там Пиротим великий, да, Монте-Верди, такие ключевые фигуры, у нас нет никаких возможностей исключить полностью то, что именно они и поменяли систему, когда она находилась как раз в фазе расхождения реального с символическим. Поэтому, да, можно свести на нет и любую свободу выбора, сказать, что да, свобода выбора не существует, существует только письмо эпохи. Но, опять же, не забывайте, что сегодня я говорил о Меценгеле, а он же доказал, что оно есть. А куда-то, значит, он одевается. Понимаете? Поэтому между эпистемами, письмом каждой эпохи, есть разрыв. Они никак между собой не связаны. Значит, порождение новой эпистемы, нового письма эпохи, вполне возможно, может быть связано с чьей-то волевой интенсивной. Это можно предполагать. Опять же, утверждать я здесь ничего не стану, сто процентов. Есть еще какие-то вопросы? Нет? Соответственно, если вопросов нету, я очень хочу, чтобы был еще 10-й Белесликбес. Я планировал на сегодня, на этот год, 10 лекций. Но так как у нас уже началась сессия, я уже сегодня принимал зачеты, то его нужно поставить срочно. За неделю, учитывая то, что мне нужно сдать книгу, я этого сделать никак не смогу. Мне надо книгу сначала написать, а там немало, все-таки 50 страниц осталось. Поэтому я предлагаю поставить его на 5-е число. Если все срастется, то у нас на сайте вывесит Атишу, я ее вывешу у себя на страничке ВКонтакте, значит, 10-й Белесликбес будет. Если это не удастся осуществить, то значит он будет уже в следующем сезоне. Тема, которую я бы хотел закончить первый сезон, это Хельмут Лахенман «Зерца в эпохе», где я бы хотел поднять вопрос не столько о творчестве этого великого нашего современника, сколько о проблеме восприятия и отражения искусством, восприятия искусства и отражения этим искусством субъекта нашей эпохи. Продолжение следует...